здравствуйте товарищи меня зовут михаил судаков на этом канале я реагирую на кип-поп сегодня отреагирую на песню группы шани под названием atlantis я хотел бы сказать что эта песня новая но она конечно же не новая она вышла 12 апреля если ничего не буду в день космонавтики в этом наверно была какая-то великая идея может и не было я просто ее толком практически пропустил потому что ну вот шани вернулись камбэкнулись так это грандиозно с песни don't call me из мини-альбом don't call me в конце февраля 20 или 22 точно не помню я подумал что все про них полгода не слышно будет тем более там ты мин еще уходит в самоволку в армию в общем не скоро они еще камбэкнесса а тут они возьми и спустя полтора месяца даже чуть больше по моему выпустили пересдание альбома atlantis там песня добавилась еще две вещи days in years и по моему скажу или я не слушал эту другую честно говоря я и атлантисты не слушал понятным причинам буду слушать сейчас но слава богу мне мои бдительные подписчики на патреоне напомнили и сказать дорогой друг отреагируй к пожалуйста на шайне искал чё а вот чё понятно и сейчас буду реагировать я от нее конечно такого восторга как я отдал ком не получил честно говоря не жду дважды в одно место молния ряд когда ударяет и на протяжении там двух месяцев получить две шикарные вещи я просто не надеюсь поэтому жду чем просто миленького и приятненького например к тому же скорее всего я опять же не слышал вообще ничего я предполагаю что атлантис наверно повеселее что дон колбин была достаточно мрачный депрессивный нет показалось и она была даже агрессивной по-моему некоторые люди даже на группу за это наезжали типа че то вы такие злые дон колми а ну-ка будьте няшими они такие так няши просто дон колми пожалуйста вот ладно давайте перед началом реакции попрошу подписаться поставить лайк нажать на колокольчик первые две вещи очень важны особенно лайк подписку можете в конце оформить может не оформлять если уже подписаны разумеется и большое спасибо моим спонсорам скажу заранее в частности шури давайте 321 поехали ой какое все яркое но при том синих тонах ух быстро бодро их чувак недолго мы тебя еще увидим не скоро точнее мы тебя увидим и тебя двое два домина видимо остальных тоже по двое ух ты ничего себе струя такая обработка пошла на фоне очень интересные сфинты которые умудряются с от какое-то водное ощущение передать красивые несмотря на то что он второй за два месяца здесь не гораздо более позитивные чем дон колми все равно приятно вот опять слышите скрипки играют хорош перехода скрипов просто синтом как будто сбрасывается такой высокий звук там бунт очень хорошая музыка ну вот фоновая прям очень приятное сочетание теперь здесь гитара и что похоже да да так есть нет приятная песня это не дон колми для меня лично по уровню воздействия на мой окрепший уже мозг но тем не менее она совершенно другом стиле при этом все равно чувствуется какие-то легкие нутки агрессии иногда но именно чуть-чуть она гораздо более позитивно гораздо более веселая мажорную но агрессии неправильное слово не агрессии энергии прям вот энергия от нее придет вполне себе это здорово я честно говоря побавился что будет такое прям совсем веселенькая задорненькая и без энергии или такое добренькая добренькая в общем я все это говорю как будто это плохо нет совершенно нормально просто душа требует чего-то другого а тут вот прям давайте еще раз там еще на фоне такие легких удар то есть у нас это бас гитара да наверно я думаю как я умудрился я извиняюсь не то что пялился а просто обращал внимание на ты мина и не обратил внимание что в банке со сми ногами вырезал щупальцем как я умудрился что не написано стендалон просто скрипки синта больше вот здесь у нее самый наверно мажорный момент в песне вот этот именно пум 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 все такое веселенькое веселенькое но начинает играть этот синт очень клевый прикольный синт который я повторюсь он создает ощущение как будто чего-то подводного по ум по ум вот лично то есть он не использует какие-то прям исконно подводные звуки не знаю какую-то как псевдо водную акустику вот он просто как-то умудряется ну и то что на фоне у нас тут водный отбыски это понятно само по себе что тоже хорошо куда не по еще выше но по стене по всем видно что не мальчики но мужи как говорится а это у нас прям чуть ли не какая-то отсылка к бездне такой фильм есть камерона который вышел до китаника да и до терминатора 2 точно до терминатора 2 он вышел с таким же подобным эффектом клевая штука хорошо устроены рэп секции так он еще произносит из это сатяшечка такис кис 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 и gracias нифига вот это хорошо было прям опять же практически на весь припев ну или на зарядную часть припеву голоса ставить но я зарядную часть припеву короче хороший сегмент It's like we're under water. Ох, очень заряжает энергия песни, очень хорошая, повторюсь, очень отличающаяся от Don't Call Me, они совершенно разные. Это, наверное, даже более энергичная. И, в общем, ладно, сукинь, Шайни, выдать две вещи. Причем, вот интересная история, я не углублялся, я так на скидку поискал, может быть, вы знаете, с какого перепугу они вдруг решили выпустить репэкач-альбом. Вот, на самом деле, почему. Почему они сначала Atlantis не включили в альбом, а потом решили, такие, не, все-таки что-то не хватает. И у них Atlantis уже тянет вполне себе на полноценный альбом, честно говоря, а не на, ну, на LP, короче, а не на EP. Странно, интересно, почему так случилось. И знаете, напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно. Тем не менее, они молодцы, они крутые. И я с нетерпением жду камбэка. Вот они, интересно, без 3 минуты вернутся или нет? Или подожду, пока он вернется? Ну, что они, конечно, остальные вернулись. Остальные были в армии, вернулись они вот в этот маленький момент, когда все на месте опять записали вполне себе, не знаю, бомбический камбэк, камбэковский альбом. Даже по факту два, получается, с хорошими двумя очень песнями, прям даже крутыми. Так что напишите, что вы думаете. Спасибо большое за просмотр, за прослушивание. Всем пока. И поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик и поддержите меня на патреоне, как сделали это вот эти замечательные люди. Субтитры сделал DimaTorzok